Сидим в мотопрокате сейчас, и решается моя судьба, еду еще-таки до Кипра или нет. Если я выигрываю, то я лечу в Россию, если в Италии выиграю, то я на Кипре еду на машине, сниму. Давай до трех побед, давай. ЦУ-Е-ФА, 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 1 на 1. ЦУ-Е-ФА, 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 Унистерика, ЦУ-Е-ФА, 2, 2, ЦУ-Е-ФА. Все, Кипр. Загружается прицеп мопедами, загружена вот эта вот машина, загружен мопед, загружена экипировка. В Альмине, куда-куда не ездил еще ни один эмберинк со своим мотоциклом. Тем более, ребята, вы зацените, откуда это 96-й регион ЕКБ. Сегодня у меня был запланирован билет на самолет в Россию, в Москву, в Апнуково, на 20.05. 4 часа до вылета самолета остается, вот, и сейчас, наверное, на ЦУ-Е-ФА мы с другом разыграли вечерие в Россию или еду с ними на Кипр дальше снимать контент. И, знаете что, я проиграла в камень-носую бумагу, а это значит, что я еду на Кипр. А это Виталя, парень из Саратова, который тусует здесь уже невероятное количество времени. Зачем ты едешь на Кипр? Как долго ты над этим предложением думал, собственно? Вообще не думал, сразу согласился, сразу. Мне надо заработать, кушать, шарватишь меня. То есть, Виталий у нас уже стал покерным мастером, а там мы знаем... Опа, баланс, баланс, баланс. Так как мы знаем, есть покерные заведения, где можно поднять бабла, и Виталий едет туда. Или это не еду. Или да. Всем приветушки, друзья, с первым днем зимы. Ну, видите, я в шапке, все-таки 1 декабря, там в Пальма. И сейчас я должна была быть уже в России, в Снежной Москве. Но так получилось, что мы все-таки с друзьями отправляемся путешествовать дальше. И мчим на Кипр. Наше путешествие началось именно так, как начинаются все нормальные путешествия. Мы заехали в автосервис, у нас что-то сломалось там на прицепе, 1 из машин. А что там сломалось? Такая штука, которую держат осень. Чисто уральский пацан сидит, решает вопросы на картах. Как сказал турок, все, финиш, не готов. А что-то тут было, короче, вот какая-то такая штука. Я как у вас дела, как настроена Кипр? Замечательный. Вот так вот выглядит турецкий автосервис. Там ладно. Все поконим. Нам еще одну проблему решить, Серега, с телефоном. Может, заедем в центр? Какой-то. Где-то там нам уже вторая машина сообщила, что идет отличающий ливень, но у нас пока только видна радуга и все, все хорошо. Виталия сломал телефон, все. Как говорят турки, телефон йоп, потому что ничего не работает. 13-й айфон промок взяли и сломали, Виталий. Ну это пипет, телефон стоит 2000 баксов, а он как Xiaomi какой-то. Сенсор взял, отказал. Просто дрэш. А на этот телефон я снимаю контент, а как бы мне это тоже важно, что я на него снимаю. Я очень переживаю. Целые грузовики бананов. Два, два грузовика. Три. А, три грузовика. Ай, ай, раша. Не раша, а лингвич. А, лингвич. Чуть, лингвич. Укар, нормальный столок. Мы нарушили какой-то скоростной режим и что-то еще. Расштраф будет. Все, приняли. Виталий приняли. Телефон сломался. Телефон йоп. Машина йопа, теперь еще и Сережа йопа вместе со штрафом. За то у меня вот сын появился новый. Никит не звать. Короче, у него тут не работает сенсор. Пипец. Телефон усидим. Нас ни за что остановили гаишники. Ты громче говоришь, я не слышно. А зачем громче говорить? Чтобы подписчики все услышали. Снимают уже, сидит что-то. Пускай. Инкимер. Хорошо. Так как мы, типа, гости в их стране, да, они сказали, в итоге, вместо 470, они с нас взяли, получается, 320 лир. Но как они все-таки взяли то, что у нас штраф, типа, так это до сих пор непонятно. Они же не показали нам, получается, камеру, да? Они же камеру не показали, типа, где штраф? Сколько штраф? 320 лир получается. Итак, наша остановка Алания. Мы приехали в сервис. Кстати, машинка-то из Челябы. 174-й регион. Техно... Техно... Техно-хаб. Открыли, короче, сервисный центр. Вот сюда. Видимо, тут работают русские ребята. Здрасте. Прикольно, тут такой вот оранжевенький. А вот Виталий сдает свой телефон в надежде в 10% того, что мы все-таки починим этот телефон. Но надежда есть. Ребята, починьте. Починю. Все, они пообещали нам починить телефон. Трансписок надо, да? Не, не надо. Давай. Ну, почти успели на красивый закат. Ой, красиво, красиво. Прям полутени все стоят. Обалдеть. И вон там все, если я не ошибаюсь, это банановые плантации, которые мы провели. Приезжали. Вон они. Я его сделала прозрачным. Да? И так, мы приехали в город Тасуку. Вроде бы так он называется. Город Тасуку. Сейчас я на себя немножко фарами посвечу. Во. Вот так вот меня, вот так вот меня видно. Мы приехали в город Тасуку по серпантину. Меня немножко тошнит уже от этого серпантина, по которому мы ехали. где-то там находится баржа. И вот сейчас с этими прицепами, получается, с двумя прицепами, с мотоциклами, получается, тут два мотоцикла, там мотоцикл. Мы будем перегружаться в корабль. Какого дубинка? Воу-воу-воу. Где твой паспорт? У меня? Почему? Они должны в пачке быть. Ты не говорил? Как я говорил? А, ты ответственный. У меня четыре паспорта. Бараба не нужно. Бараба. Стопка наших паспортов. Паспорт и документы. Стопка наших паспортов и документы на машину. Все это уходит сюда, чтобы мы распечатали билеты. Вот. И люди тут машут нам. Вот. И таким образом мы сейчас создали свои паспорта, чтобы получить билеты, чтобы распечатать. И уже с ними, с этими билетами отправиться на паром. О ценах на билеты. Две тысячи четыреста лир на человека. Это туда-обратно. Две четыреста получается. Умножаем на три с половиной. Давайте узнаем, сколько стоит цена у нас. Две четыреста умножить на три и пять. Получается семь двести, чтобы добраться туда и обратно на пароме до Северного Кипра. Здесь тоже, конечно, русские ребята. Вот. Данила, да? Данила. Он играет на гитаре. И он едет. Данил, а расскажи, для чего ты едешь на Кипр? Что там делать? Вот, чтобы... Многие едут, потому что на Кипр для чего? Вот сейчас. На Северный Кипр именно. Я еду на Кипр, чтобы сделать визеранс. То есть я уже был в Турции какое-то время. Шестьдесят. Мы выезжаем на несколько дней в Грузию или на Кипр. В общем, другая страна. И потом можно вернуться обратно на месяц или больше. Чак выяснили, сколько вам дадут. Пока, ребят. Илья забросла наши паспорта. Красиво, красиво. Я просто не ощущала гитару в руках и мне так было приятно взять ее в руках. Я просто помню, что я надеюсь еще увидит его. Даааа. Все, пока. Смешемся. Пока. Приятный парниша. Я надеюсь, ты потом посмотришь мой YouTube, потому что на него подписался. И у тебя еще красивые глаза. Ты хочешь вот сюда зайти? Да, в Баба. Баба-кафе-ресторан. Мы приехали в кафешку. Будем есть. До парома еще остается. Не записывай, а тут памяти мало. Ты будешь за меня вести блог теперь? Да. Полтора часа остается до парома. Очень темно. Темно там. Сейчас наедаться будем. Покажи сначала на себя. Это мой новый оператор. Его зовут Никита. Я буду снимать. Снимать. Ну, сейчас пока не снимаю, потому что сейчас тут темно. Что, вот мы приехали на порт. Он попросил, охранник попросил открыть нам наши прицепы. Увидел мотоциклы и сказал такой, о. И взяли, получается, билеты. Тамам. Что такое Тамам? Хорошо. Хорошо? А, ну, оказалось, что с мотоциклами все хорошо. Пойдем? Да, да. Контента нет. Ну, контента нет. Я стою. Где разборки? Где разборки? У меня нет контента, да. Вот у меня еще камера видеонаблюдения, да? Получается. Мэраба. Сейчас у меня такие. Мэраба. Все. Тут регистрация. Все. Камера стоит. Все-все в четком. Все фиксирую. Все. Давай-давай. Что знать, кто потерялся? Там, знаешь, как в еду с мальчишниками будет, типа. А где ребята? Где дети? Где, да? Где машина? А где машина? Где мотоцикл? А про мотоцикл что было, ребят? Про мотоцикл? Не было проблем? Сереж? Ну, хуй знает. Вам проблемы не были потом при выезде, чтобы нам их дали вывезти. Да нет, какой-то турб у нас просто докопался, спрашивает, да, что машина и по чем стоит. А, про мотоцикл не вопрос, да? Нет. Тюши, моя любимая. Так, давай, Марин. Можно нормально? Она просто про вин. Паша, винтовар. Вроде как-то видно тебя. Давай на фоне корабля, чтобы. А вот сюда встань, вот сюда вот. Марин. Сюда встань. Включай быстрей. Я включил уже. Давай. Моя любимая песня. Это фония корабля. Давай нормально. Заряжем боем, поем перезин. Вот моя вена, я не один, я с Пашей. Покажи гитару. А, во, знаешь что? Давай, что? 7b, я любовь, я любовь. О, давай, давай. Я все знаю. А, напомни название. А, фон у меня? Снимать нельзя, а название? Окей, извините. Из Пальво снимаю, как люди выгружаются из фарома, потому что если я буду снимать Пальво, у меня уже два предупреждения за видеосъемку. Спустя два часа мы наконец-таки поднялись на корабль, и он все еще никак не тронулся. Мы еще стоим в порту, в этом корабле. Он похож на это, на зал ожидания. Такой вот вокзал с креслами мягким. Дождь, я встречаю. Рассвет где-то между землей турецкой и островом Кипр. Тоже, да, турецкой стороной. Но, тем не менее, это остров. И есть 2 декабря. И я даже не могла представить, что 2 декабря будут где-то здесь, где-то мои билеты на самолет будут оставлены и не востребованы. И так рада. Класс, да, пипец. Польское красивое место нам даже предложили пройти через корабля. И даже типа заценить. Рассвет с другой стороны. Пять-ка всякие стоят, улыбаются. И только живи. А, нужно заносить. Отсюда. О, тут еще круче. А, тут еще круче. Я тоже как бы не помню, у меня мотор здесь с утра орал, вернее всю ночь орал, как тронулись, я даже не понял. Немного расскажу о местной кухне. Есть вот такой вот бюфет, то есть бюфет, 5 лир кофе, 3 лиры чай. Вон там делают дикий замес из бутербродов и колбасы. Вот, смотрите, как они это делают. Вот мы уже едем, доехали до Кибра и будем пришлостовывать. Мы развернулись по стройку. Мы въезжали вот так, а приезжать будем вот так. Местный вообще, в принципе, корабль хороший. Ну все получается, прибыли. Вот наш корабль. Мы с него спускаемся. Доехали нормально, погодки тоже встречают. Хорошее солнышко. Немножко тучки были и смерч был, похоже просто, что тупо смерч такой из облака на Кипр спускается. Ну классно, как раз нас, нас, нас встречают, вот. Но все в огонь. И получается все, едем по острову. Вон на том кораблике мы приправили Филоденезкилик. Мы на нем приправили, это уже Кипр. Почему-то все оставляют здесь свои машины, закрывают и идут дальше пешком. Не понятно, почему. Смотри, сколько тачек, да? Выбирай любую, называется. Вода прозрачная? Слушай, да, хотя порт, хотя порт, казалось бы, надо тому. Грязновато надо должно быть, но она здесь чистая. А где рыба, я не понял. Ну это, походу, вся очередь, которая выстроилась сюда на оформление. Она сейчас обратно пасает с твоей камерой, а отправит обратно нашу. Да не отправит, не пасает меня обратно. Это трактор кошек. На тракторах чемоданы везут просто. Скажи, скажи, что мы делаем сигурту. Сигурта, это что? Ну не знаю, а пусть догадываются, что такое сигурта и что мы делаем. Красивая собака какая, красивая. Красивая собака. Ты красивая собака? Ты откуда, из Германии? Они разговаривают по-английски. Собака разговаривает по-английски. А мы не разговариваем по-английски. Поставишь там не в паспорте, а вот на таком специальном вкладыше. Это для того, чтобы у меня не было проблем при дальнейшем посещении Южного Кипра и страны. Мы с Виталем на Кипре. Вообще, кто бы мог подумать? Вот, все, доки на руках. Что вот с Виталем мы в Саратове такие познакомились. Такие, что, привет, Марина, Виталя, друг Данилы. Вот, все, всем привет. И до какого времени мы на Кипре. Вот такие вот спонтанные поездки я обожаю. Что, Виталя, на следующий год, что, может, куда рванем? Да, мне кажется, мы с тобой пругосветку сразу. Пожалуйста, не надо. Я тебя прошу, дай. Ждем, пока машины наши приедут сюда, оформятся до конца. Вот, сразу к морю. В смысле? Дети. Мелкий тут нашел себе машину свою. Заводит, отвез нас уже купаться. Артем сказал, что это кораллы. Поверим ему. Там какой-то замок, похоже. Интересно, он старинный или нет? Ну, похоже, что действительно старинный. И у него нет как будто части. Такое тут, на самом деле, как-то сабдетовское. Все вот кафетерий написано. Мы зашли, получается, пока ждем. Пока распоможут там наши машины. Мы зашли сюда. Здесь у нас берется еда, пирожки, всякая водичка и сладкие напитки. Вот такое вот объявление. Я себя чувствую каким-то нелегалом, который пробрался на этот остров. Прям такая столовка, вон булочки продаются, кофеечек турецкий варят. Обзор. Это гостиная. Такая штука открывается. И давай развернемся. Наша гостиная. Прикольные часы, да? Прикольные. Спальня, фанузел. Спальня, фанузел. И открывается вид на виллы, которые достраиваются. И дальше, как оно пойдет, ну а что, по кайфу. Давай, давай, все заводицы. Все, ты уже снимаешь? Телеком тогда снимаю. Блин, ячки свои забыла, такие классные. Нет, тоже надо. Ты еще раз? Нет, нет турк-телекома. Что-то все время поможет. Нет турк-телекома. Согласился? Пати порно-киллер. Диско-супер-стар. Диско-супер-стар. Куча-куча детей еще у нас. Фил, глянь на меня. Диско-супер-стар. Вот еще такие пассажиры всякие, вот такие. Вот оно. Здесь, на северном Кипре, такие же заведения, вот как Турксейл, например, где покупают симки, где берут себе мобильную связь, мобильный интернет. Вот мы сейчас перебегали дорогу, и тоже голова немножко не варит, потому что движение левостороннее, и типа, куда? С самого начала смотреть непонятно. Вот. Такая вот дорога. Там вот побережье получается. Ну, давайте посмотрим. А ты видел айфон? Где айфон здесь? Я выбираю манючуку. Вот айфон. Где? Нет, это зарядка. Интересно, что в Турксейл, в таких магазинах, у нас есть всяких аксессуаров для айфонов, но самих телефонов получается. Хотела притяниться, посмотреть цены на айфоны. Обычные телефоны есть, например, что это? Ну, всякие там самсунги, да, айфонов, я не могу тут найти, аксессуары есть. Итак, мы все еще находимся в Турксейл, и сейчас нам Сережа расскажет о том, какие цены у нас на связь в Кипре, и соизмеримы ли они с турецкими, Сережа. О ценах я не расскажу, но по крайней мере скажу, что не в Кипре, а на Кипре, правильно говори. Айм сусои. А цены не знаю, еще они не оформлены. Обычно я на ценники не смотрю. Вот, вот эту фразу Сергей говорит всегда. Сереж, может ты расскажешь по поводу цен, которые у нас есть на связи, вот в Турцию, где мы были и здесь? Ну, есть такое правило, чем больше тратишь, тем больше приходит, и как бы я его придерживаюсь и стараюсь как можно больше потратить, чтобы мне как больше пришло. Еще очень важно тратить как можно больше на свою женщину, потому что она дает тебе энергию. Да что за золотой человек, вот представляете? Поэтому, поэтому потратить сегодня все деньги в казино, чтобы потом мне в 10 раз больше упал. Правило, правило. Вот, как зовут твою жену, напомни? Мою жену зовут Мария. Мария, вам... Мою девушку зовут Екатерина. Подожди, а жену? Короче, жене Сергея так повезло. Он и снимает прекрасно, и шарит везде, и деньги на нее тратит. В общем, передаю привет своей жене, девушке, друзьям. Вообще, в Кипре очень маленький процент преступности. Когда мы заселялись в дом, на нашу виллу, нам просто сказали, а пин-код такой-то, такой-то, вы просто нажмите и заходите. И мы после этого ждали хозяев дома, ну, почти сутки, потому что они такие просто, вы заехали, все окей, мы окей, мы тупо находились у них дома, не предъявляя при этом им паспорта или что-либо, предоплату, вообще ничего. Мы просто приехали, открыли ворота, загнали свои тачки, сидели там, уже кушали, все это делали. Вот, и что касаемо машин, здесь еще много машин, которые стоят открыты здесь, что говорит о том, что действительно тоже маленькие проценты преступности, и тачки не вскрывают. С чем это связано, пока не могу сказать, но это интересный факт. Едем сейчас по Сиротному Кипру, и поражали нас на мысль, что все практически, что мы видим, это машины, это все знаки, это какие-то запчасти, там все что угодно, вещи, одежда, все это было сюда привезено на теплоходах, на кораблях, на паромах, на самолетах, потому что своего производства, то что, фрукты, овощи и цементный завод, который здесь есть вверх, я говорю, вроде так. Движение левостороннее. У меня мозг второй день пока что еще не может к этому привезнуть, потому что, как ты видишь машину, и такое ощущение, что она пустая, и начинается паника в голове, типа, а что, где, где, где водила. Но вот пока едем с ребятами на машинке нормально, вот они вроде справляются, мозговая деятельность в этом плане у них работает хорошо. Может быть, если я была водитель, у меня бы тоже она заработала. Какое-то здание. А там, видите, украшено к Новому году, там Санта-Клаус. Вон там Санта-Клаус. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. С Новым годом! Они всегда правы, представляете? То есть кольцо главное, да? Кольцо всегда здесь главное, да. Еще, что мы заметили, есть очень много чернокожих девчонок и мальчишек, вот прям очень много вообще встречается их. Откуда они, интересно, сюда приехали, и почему их сюда именно так, мы их могли... Здесь Африканский континент, не так далеко. А, это же получается, да, что они прям, ну, вероятно, и закрытки прилетели к нам сюда. Я добавлю больше, много войн на Кибри было по той причине, потому что здесь все три континента, они ракетно-доступные и, ну, в принципе, доступные. То есть с Кипра очень удобно на любой из трех континентов попадать. И здесь, получается, ракеты установлены, есть уже, да? Да, да, да. Это ракеты Брит... Англии? Да, мы их тоже не знаем уже там. Да, британские, по-моему, ракеты здесь стоят. Ну, по крайней мере, стояли раньше, сейчас не знаю. Ну, пусть и говорят, что это та же самая Турция, да, вот северный Кипр, не знаю, у меня ощущение, то есть я вижу разницу вот по этой, что ты находишься... Ну, другое что-то, что-то другое. Попровка с желтыми флагами, ориентируемся по желтым флагам на круге. На светофоре поверните на... Вот, опять-таки, показатель того, что здесь маленькая преступность. Мы заходим, тут просто тачка с открытыми окнами, всё, всё открыто в тачке, бери, пожалуйста. Если бы у нас так в Москве стояло, например, не, нифига. Немножко смотрите, как это всё уже украшено. Тут они прям в момент к украшению попали. Девушка всё развешивает здесь красиво. с животными. И это единственное, наверное, что сейчас нам напоминает о том, что скоро Рождество, что близится новогодняя сказка. Вот ёлочка тут такая и сразу... Ну, честно говоря, даже находясь в жарких странах, всё равно скучаешь по снегу, скучаешь по России, матушке, глядя на всю эту красоту. А вот, что он беспокоит нашу большую компанию, так это мухи. Тим, Тим, как тебе тут нормально? Мухи не достаёт? Нет. К Тиму всё равно нам мухи. К Тиму самое главное, что есть новогодние игрушки. Это вот как крошка-картошка, но только вот... Ну, только типа на Кипре. Ну, типа на Кипре, но как крошка-картошка. Ну, типа на Кипре, но как крошка-картошка. Покажи, ты это белорусский. А давай маленько похоже сейчас похоже. Пиши! Салам, православные! Ну, мы тут, короче, вот я здесь хожу туда-сюда и всё. Это Колян из реальных пацанов. Его версия только из ЕКБ. Ну, это... Вы понимаете, да? Как бы, блин, очень хорошее настроение. И привет, мам! Туда-сюда вот мы пришли. Смотри, у них машины полностью открыты. То есть, вообще, просто опущены стёкла, Артём. Вот у нас такое могло это быть? Нет? В ту машину. В ту машину? В ту машину. Мотосалон, который мы увидели на своём... Так, мы все закричали, потому что мы увидели Каракурт Моторс. Это прокат. И скутеры, и там... Ну, это всё фигня. Нам в чём проблема? Да, собственно, я ещё не рассказывала эту душечипательную историю на камеру. Мы ехали сюда кататься на мотоциклах. Взяли с собой два прицепа и три мотоцикла. В итоге что? В итоге мы переправились на пароме уже. И на таможне возникли проблемы с мотоциклами. Потому что одно транспортное средство должно сопровождаться одним водителем. А у нас было три лишних мотоцикла. И как бы мы ни старались, как там ребята не пытались договориться, не получилось... У каждого машины были транспортные. Да, то есть... Короче, пришлось оставить эти мотоциклы прямо там, на таможне. Их там опломбировали? Что там сделали, да? Там спрятали? Нет, просто прицепы оставили. И да, там оставили целый прицеп с тремя мотоциклами, получается. В итоге что на Кипре мы не покатаемся. Но, если возможно, тут найдём эндуропрокат. Конечно, одна из целей было бы кататься вот по тем прекрасным горам. Видите, вот хребет проходит вдоль острова. И там, конечно, было бы топливо просто прокатиться на эндурике. Насколько нам хватило бы сил и возможностей нашего скилла туда добраться. Вот. Это, по-моему, самая большая проблема, которую мы встретили здесь. Что на мотоциклах не пробраться нам было здесь. Нужно было на них прямо ехать, на них заезжать, на сам паром. И тогда уже, наверное, всё было окей. Узнавала, сколько стоит тут прокат эндуро мотоцикла. Он такой пол-эндуро, там, Honda, что-то там. Такой эндурик, 250 кубов, 150 евро в день. Вот. Ну, и то. То есть, он такой, лёгенький, такой софт эндуро. А вот нормальных мотоциклов эндуро проката здесь нет. Hard эндуро нет. Да, Hard эндуро здесь нет. Ещё один интересный момент для курильщиков. Что здесь, как на Кипре и в Турции, проблема для курящих стики. Для айкосов ты тут не найдёшь. Потому что у них свой закон об экологии, да. То, что стики все очень выбрасывают. Очень много их скапливаются. И тупо из-за этого, как мы понимаем, стики здесь не продаются. И они в дефиците. Доставить их можно только, если там через Telegram в Тридорога. Либо кому-то заказывать, чтобы привезли просто тебе из России или ещё. Либо кому-то... Субтитры делал DimaTorzok 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 И вот мы уже наконец-таки, наконец-то подобрались к самому сооружению Обалдеть, какой здесь открывается вид Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Тем не менее, там что бы не было по политике, по нациям, природа прекрасная По районам, кружим around Чувак такой возле нас, на наших глазах такой, поднялся, раз полетел прям над головой у нас Выпендривается, что мы стоим, просто смотрим на него Он красуется, выпендривается Класс Чего кажется? Кажется, что он так легко это делает Такие легкие движения, да? Класс Я там, короче, подъехал И вот что это такое? Ты поехал на самый максимум, Сереж? Почти, почти Ох, рискованный, да? Охренеть! Тут просто прям на самый максимум почти Пипец Ты чувствовал, когда ты подъезжала, куда ты подъезжаешь вообще? Ну, немного С ума сойти Так вот, раз, одно лишнее движение И эта ярко-синяя машинка Окажется в этом ярко-синим Проводном пространстве Капец просто Мы и так, когда уже подъезжали, у меня аж просто все тряслось Там дети въезжали в машине Сейчас мы подъезжали С самым краем Такого острова Кипар На самой носятой Тому острова, который, я говорю, снимает Это все Здесь все Здесь такая мощь Там даже есть какая-то пустая вилла Прямо есть буря. Это край острова. Прям самый-самый краешек. Самый-самый краешек острова Кипр. Северная его часть. Ещё раз сделаю пометочку. Ау. Короче, нянькая тут я, походу, на этом полуострове. На этом острове. От этих вот двух демонов. Это Фил и Никита. Два хулигана. Вон там их мама стоит. А, чего брызгаетесь-то? Что, что, нормально всё? Я просто положил. Что-нибудь рассказывай. У нас случилась непредвиденная ситуация. Что случилось у нас? Подписывайтесь на блока. Вот здесь вот ссылочка. Самый лучший в мире дизайн. Вопрос такой, как могли так тупануть парни. Честно, я не знаю, вот если бы ещё мы такое организовали. Просто отдать парню тачку. Который без телефона, без навигатора. В Новом Горде, на острове, на Кипре. Самое интересное, мы живём в Кукуево. В каком-то где-то на горе, сто дорог. То есть я бы не сориентировалась ни разу. Понимаешь, что вот он прям такой, сейчас я точно знаю, куда ехать. Я не знаю, как он вообще сел. Понимаешь? И, короче, вот наш Виталик. Давай, отойдём красиво. Пик-пик. Держи, на фоне машины. Давай, давай, давай. Да. Та-дам. Короче, идём на поиски Виталия. Который без навигатора, без телефона, в чужой стране, на острове, на чужой тачке. Пропал уже как час. А знаешь, что обидно? Что мне не доверили машину. Он такой, типа, я тебе не доверяю. Я доверила ему до этого свою машину. Самое главное, музыку настроили. Можно ехать. Да, пофиг вообще, найдём. Нет, музон хороший, окей. Мы с музыкой прокатимся нормально. Какие-то над самым это... Мы переехали в какое-то красивое место. Royal Diamond, Royal Emeritus Royal. И где-то здесь должен быть наш Виталя. На прекрасной синей бэхе. Но, 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 но нет. Мы подъехали к жену. Ну и здесь, мы с Виталей. Конечно, ну здравствуйте, называется Марина. Да я... Что делаете-то? Честно, у меня паника сейчас. Если бы Виталя реально был бы моим родным братом, я вообще бы охренела бы от всего этого. Слава богу, не родной брат, а так братишка. Можно, да, потерять. Да. Мы сами-то где? Мы тут. Мы стоим на круге. И, в общем-то, вот просто ищем, ездим. А что в итоге? Типа, как он нашелся, Сереж? Он сзади меня, оказывается, сидел уже. Он ездил, 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 искал, искал дом и нашел его. И нашел дорогу обратно? Я тебе хочу сказать, что я даже по твоей фотке показывала там стаффом персоналу машину, говорила, вы видели эту машину? Мы такие, что? Мы не очень понимаем. Я говорю, я ищу моего друга. Ты понимаешь, мы уже построили пункт, в полицию едем вообще сейчас мы. Да. Я понимаю, что он собирается. Нет, ну что я сделаю? Дай ему леща. Ну все, мы выходим. Мы выходим. Давайте. Ты что, много денег-то просадил, братан? Да, конечно, много, блин. Пипец. А Виталя выиграл хоть что-нибудь? Да он не играл. Он что, просто тупо сидел? Сидел просто? Да. Итак, я слышу, что кто-то стучится в дверь и кому-то, и кому-то я сейчас буду давать леща. Виталю мы тем год потеряли. Все нормально. Сереж. Что? Твои впечатления? Да я вас тоже. Что делать? Это очень смешно. Мы пришли не поиграть в казино, но Виталя не пускают, потому что его не пускают в казино играть. А это Виталя, заядлый игрок в казино и покер из России. Но сюда его не пустили, потому что ему нет 25 лет. Он истерично смеется и идет в поисках другого казино. Мы продолжаем попытки поднять бабла, но пока что мы просто проиграли 700 лир. Ну, первый раз за 300, сейчас 400. Мы просто все проугольные. Мы просто все сливаем. Так и говори, Виталя. Первый автомат сам учебки был. Там что-то выигрывает, там почти нет. Это Виталя, и у него на игровом автомате котик. И знаете почему? Потому что он сам сладкий котик. Поехали в Фомагусту, это зона отчуждения. Получается тот район, где все заброшено с 1974 года. Город, который буквально заброшен. Здесь все отели, все эти здания, все стоят заброшенные, пустые. И здесь на протяжении нескольких десятков лет ничего не происходило. Передвигаться нам очень долго придется, поэтому нам предлагают арендовать велосипеды. По чему там велосипеды? Он ли карт? Ничего себе, первый раз такое, чтобы только карты. Он ли карт? Мы выбираем все велики. Виталя, выбрал велик? У меня нет тормозов и цепи. Да тут нет нормальных... Ой, все, извините. Тут нет нормальных велосипедов. Какой город, такие велосипеды. Он яркий. Ты выбрал себе, Серег? Ну, сейчас прохожу. Большой девочек. Музыка. Музыка. когда-то этот район Лараоша был одним из самых богатых туристических районов сюда съезжались за фешенебельным отдыхом так сказать чтобы кайфануть отдохнуть по красоте дорого-богато именно и когда-то везде вот в этих зданиях получается кипела жизнь были работающие действующие отели но мне кажется что многие из этих зданий в принципе остались недостроенные то есть замороженные а вон там как раз прям выход к морю близко то есть здесь прям такая тусовочная туристическая зона была и в которой в один момент прекратилась вся жизнь и вот как есть так и осталась такая вот припять на кипре получается указатели но потом 74 году когда Турция взяла себе половину острова и северную часть именно отсюда грекам дали буквально несколько дней чтобы они покинули территорию и этот район просто в считанные дни буквально стал опустошен его закрыли и больше 45 лет сюда никого не пускали и это было может зона отчуждения такая вот припять на кипре сейчас это теоретическая зона куда люди приезжают чтобы посмотреть что за город призрак такой да вообще четко только я не сняла сереж вот это нечетко давай стопи да ты еще на заднем отоживали за туда заднем мы реально на границе вот чертежка то мы реально находимся сейчас примерно на границе вот северного и южного кипра поэтому здесь усиленная охрана и не пускай рядом что если я здесь опять вот полезу нарушу закон то отсюда это меня могут точно турануть но так хочется конечно сделать чуть-чуть вот тут прям написано attention the building might collapse is dangerous to enter inside the building and approach короче прочь прочь таки написано а про а прочь марина вот вы кстати там когда люди же уходили убегали отсюда да у них были считанные дни и считанные часы на все это они жили здесь люди это отель был они на чемоданах сидели написано это то отель а там же были и просто дома и просто что-то и они получится все это бросали в секунды и и и уезжали четвертом году у них стояли пластиковые окна точнее до 74 года на 8 да у нас блин деревянные ставили до 90 там не знаю 9 или до двухтысячных да 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 до двухтысячных я помню но это было это и был одним на даче у горбачева я был у него тоже даче то начало восьмидесятых у него тоже пластиковые про этот район и сказано что это самый богатейший был район для отдыха туристического богатей сюда был такой сюда ехали именно за фешенебельным отдыхом такие прям звезды и так далее а а здесь нет забора я не вижу лады мусора только что они проехали и меня не загребли слава богу знаете песню такую про мусора и она урожена дыр и урожена 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 и урожена урожена Это видеоблог из камина, корабля, в котором мы переплываем из Кима в Тунцу. Вот такие вот, как ребята говорят, шконки на два этажа. И окошко прям, у нас открывается вид на Кипр, и мы тут стоим, и никак не можем уплыть уже несколько часов. Собственно, всё по плану, в задержке. Честно сидим с пацанами, продолжим уедем. Мой дорогой ярко-желтый чумажанчик. Как говорится, welcome to Russia. Всё в этом мире конечном, а значит прекрасно. Закончилось моё почти полутора месячное пребывание в Турции, и на Кипре, и опять в Турции. И теперь с этим ярким чемоданом мы наконец-то прилетели в Москву, на родину. Тут холодно, пипец. Благодаря шапку купила, сразу в шапке уже приехала. И уже будем на встречу новогоднему настроению. Хочется уже. А кто это меня тут встречает? А кто это такой у меня? И мы не можем обняться. Погоди, дай я выйду. Идёт. Ты моя дорогая. Да! Ааааа! Как был холод над живочёхом. Да, гарантий от живочёх. Спасибо большое, что у меня круга тоньше. И у меня расстягнутые штаны, вот, надо их застегнуть до конца нужных. На стиле просто! Мою-уууу. Субтитры сделал DimaTorzok